Следующий вопрос. Если человек поставил условие подумать постороннему человеку, то есть, допустим, говорит, да, я забираю этот товар и покупаю его у тебя, но с условием, что ты дашь мне подумать или дашь подумать три дня моему отцу. То есть, возможно, мой отец не согласится с этим, и он просит три дня подумать. Говорит, большинство ученых считает, что такое условие является действительным. И это мнение имама Ахмада, Малика, Абу Ханифы и одно из мнений имама Шафии. А в одном из мнений имама Шафии считает это недействительным. И это мнение о недействительности. Также мнение некоторых ханбалитов. Потому что сказали, что хияр, то есть, право на раздумие должно касаться как раз тех, которые участвуют в этой сделке непосредственно. Именно они должны думать. Но правильным в этом вопросе является мнение большинства ученых. И говорит о том, что они указали, что думать должны именно участники сделки, то говорит, нет ничего страшного и нет ничего запрещающего, если заключающий сделку, то есть, один из участников сделки, передает свое право на раздумие кому-то третьему, постороннему лицу. То есть, допустим, человек имеет какое-то отношение с тем, которому он это право передает. Это либо его отец, либо его старший брат, или что-либо подобное. Поэтому здесь ничего запретного нет. Далее, следующий вопрос.